Унивенская, Озерная, Гагаринская, весь попутный нефтяной газ с этих прикамских месторождений, богатых черным золотом, теперь будут поставлять на Явинскую ГРЭС. Она входит в крупнейший энергетический концерн ЭОН Россия. Для надежной работы электростанции компания Лукоил Пельм построила новый газопровод. Задвижку открыли в день 50-летнего юбилея Явинской ГРЭС. Три, два, один, пуск! От сегодняшнего события напрямую зависит состояние экологии здесь, на севере края, в Красновишерском и Соликамском районах. Поскольку попутный нефтяной газ идет с дела, а не сжигается, то соответственно уменьшаются и выбросы вредных веществ в атмосферу. Это один из шагов по утилизации попутного нефтяного газа. И несомненно, по экологии здесь одни плюсы. Полностью на всю реализацию газовой программы порядка 40 миллиардов рублей будет использовано финансовых средств нефтяной компании Лукоил в Пермском только крае. Чтобы полностью использовать под 95% попутного нефтяного газа. В совместной с компанией ЭОН Россия проект Лукоил Пельм инвестировала 880 миллионов рублей. В год, пока за проводу на Явинскую ГРЭС будет поступать до 240 миллионов кубометров голубого топлива. Но уже сейчас ведутся переговоры о возможном увеличении поставок. Электростанция почти на 55% сократит потребление угля. В летний период от него можно будет отказаться совсем. Очень важный проект, потому что, конечно, происходит замена утвердого топлива, твердого топлива. Соответственно, уменьшается экология в районе. Мы, в общем-то, с точки зрения наших потребностей, мы можем сказать, что этот проект существенно продлит жизнь нашей станции. Потребности в топливе на Явинской ГРЭС растут вместе с мощностями. В 2011 году здесь ввели в строй новый энергоблок. Совершенствование инфраструктуры позволяет бесперебойно обеспечивать электроэнергией весь Березняковско-Соликамский промышленный узел. Следующим шагом по развитию этой территории стало подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Прикамье и компанией ЭОН Россия. Увеличение мощности, увеличение производства – это состоялось. Дополнительные рабочие места – это состоялось. Теперь мы будем переходить ко второму этапу участия на основе той льготы, которая у нас есть, для того, чтобы решить ряд социальных вопросов здесь, в поселке Яево, в Александровском районе, для того, чтобы коллектив, тот же коллектив, который работает на предприятии, мог бы пользоваться. Одно из приоритетов – это, конечно, медицина. В свою очередь, правительство Пермского края берет обязательство оказывать поддержку инвестиционным проектам ЭОН Россия, как социальным, так и направленным на совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей надежную работу Явинской ГРЭС. Елена Закирова, Денис Хашик, Телевизионная служба новостей.